здравствуйте дорогие мои зрители сегодня у нас видео тоже рубрика мой уход но я вам покажу хочу поделиться хочу показать одним просто волшебным средством рецептом для волос ну что я слышу вижу что многие люди и мужчины и женщины они страдают разного рода проблемами с волосами в частности выпадение волос там редкие волосы перхоть волосы не растут нету объема и так далее я вам хочу показать свой рецепт аюрведический могу гарантировать что если вы будете этим пользоваться и хочу показать не только рецепт а даже показать как я это использую да ну то есть как мне удобно как мне может быть это тоже кому-то пригодится да вот и я могу вот просто гарантировать что даже вот если вы будете это делать вы уже буквально на 1 2 3 раз после мытья волос таким шампунем обогащенным я покажу чем я его обогащаю или бальзамом обогащенный опять же этим веществом вы увидите что у вас начнут расти новые волосы те которые волосы есть они будут меньше выпадать они будут пушистые то есть объема будет в два раза это как минимум вот это гарантия поймете вот то есть даже вот просто вы мыете голову да или бальзам сделаете с этим с этим с этим веществом но это не вещество это как семена семена пожитника я говорю о семенах пожитника ну то есть а это природное до растение данное богом но он обладает такими чудесными свойствами для волос волосы делают гуще потому что там где не было волос они растут он минимум в два раза придает объем это сто процентов вы сами увидите вот волосы пушистые мягкие перхоти нету меньше выпадают или вообще прекращают выпадать но волосы все равно рано или поздно выпадают да они отмирают новые растут но я имею ввиду что прекратят будет прекращение вот такое обильное до который уже до облысения человека доводит плюс растут новые волосы там где их не было если умерли луковицы особенно это касается тех женщин девушек а может даже и мужчин которые очень много красят волосы они красят как правило химической краской а это химия убивает луковицы поэтому проходит потом 15 20 30 лет и волос нету потому что за 20 30 лет окрашивания волос и вся эта химия она же попадает туда во внутрь через кожу впитывается туда в кожу головы в луковицы она их просто убивает эти луковицы поэтому наступает облысение плюс это все впитывается опять же в кровь и идет туда в почки в печень ну и на весь организм понимаете а это тоже неблагоприятно а вот я даже уже слышала такую версию что нынешние трупы они не гниют они даже не разлагаются потому что они настолько пропитаны химией люди мажут на себя химию люди кушают химию что они уже даже не разлагаются понимаете поэтому бог же все дал ну девочки выбор за вами я просто показываю как вы поняли то чем я пользуюсь вот для меня цена не важна продукта для меня важно в первую очередь качество и в большую в большей степени я пользуюсь как правило тем знаете вот либо я не пользуюсь вообще вот знаете лучше как говорится не трогать до чтобы сохранить поэтому я либо там не пользуюсь чем-то вообще либо стараюсь пользоваться только вот аюрведическими то бишь натуральными рецептами натуральными ингредиентами химией какой-либо я пользуюсь только в крайнем случае если там времени нету там там или в поездку надо взять там один-два раза там волосы этим шампунем помыть ну понимаете да ну и смотрите свои все шампуни бальзамы кондиционеры для волос я обогащаю настоем и кашицей от семена пожитника вот смотрите это я покупала в москве магазин специй индийский магазин специй можно посмотреть в интернете просто так и наберите семена пожитника купить он используется в пище в еде это как специя но он хорош специи вообще аюрвед что все специи это лекарства на самом все специи это таблетки это лекарства данные богом и вот эти семена они вот такие желтенькие ведь вот такие желтенькие эти семена семена пожитника вот они особо так ничем не запах есть но не особо вот я всегда беру там пакетик или два сколько мне надо он долго лежит может лежать вот много лет там до внутри года как минимум видишь это от куркумы желтая у меня вот это то есть я вот это уже все использовала надолго хватает и эти семена я даже уже не помню сколько они стоят тут 100 грамм было но это я пару лет назад покупала пакет но я не помню сколько муж рублей 50 он стоил или сколько я не знаю просто сейчас какая цена потому что видите надолго хватает то есть я беру вот эти пожитника семена потом заливаю их водичкой на ночь кипяченая теплая вода то есть вы берете какую-то емкость в данном случае я брала вот такую емкость и на ночь просто семена пожитника заливаете теплой кипяченой водой и надо чтобы сутки там сутки полторы она просто постояла и в итоге образу образуется вот такая жидкость видите и а эти семена они разбухают вот они разбухли и что я потом делаю я этой жидкостью обогащаю свои шампуни особенно если это тоже шампунь аюрведический вот я вам показывала да что я буду в этом на этот месяц открываю новый свой шампунь хаде здесь есть амла и шикакай он уже по своей природе очень крутой это аюрведический шампунь индийское производство и амла и шикакай они вообще эти шампуни они классные они уже для волос хороши но этот шампунь видите они густые они густые шампуни девочки можно разводить если они густые тем более вот такие натуральные их можно разводить допустим 50 процентов шампуня 50 процентов воды понимаете и вам как бы и расход ну то есть это будет экономично то есть в итоге у вас вот вы берете 50 процентов шампуня и 50 процентов допустим вот этого настоя до пожитника в итоге у вас получается 100 миллилитров классного шампуня реально классного понимаете то есть во первых это выгодно экономически это выгодно плюс будет одна только польза реально для ваших волос что я делаю девочки вот я беру пустую банку от чего-нибудь вот у меня была мицелляр когда я ее всегда вот использую уже для того чтобы смешать свой шампунь вот я беру вот этот шампунь то есть как я пользуюсь да я вам показываю свои методы вот я сюда переливаю шампунь я могу даже весь перелить здесь 200 грамм до 200 грамм шампуня 200 грамм вот этой жидкости в итоге у меня получится шампунь натуральный обогащенный настоем вот этого пожитника и в итоге у меня получится 400 грамм шампуня в два раза больше понимаете да вот видите он густой заглушечка надо открыть заглушечку вот я его просто хочу перелить то есть я сейчас подождите девочки придется зубы это открыть сейчас секунду так надо взять ножик уже понятно вы можете девочки взять любой другой шампунь даже кстати даже обычный свой шампунь которым вы сейчас пользуетесь даже обычные химические вот эти обычные шампуни там разных марок вы тоже можете взять и просто развести их ну может быть не 50 50 до пополам может быть один к двум там один к трём один к четырем развести их потом вот этим настоем пожитника и пусть даже этот шампунь он у вас будет выступать как база просто да но он у вас будет обогащен вот видите я переливаю вот этот шампунь он у вас просто будет обогащен вот этим настоем пожитника и уже этот шампунь даст вам даст вам хорошее понимаете уже от него у вас волосы будут намного видите какой этот шампунь он густой вот этот аюрведический надеюсь вам видно что он такие это ведь какой густой шампунь смотрите аюрведа какая густая 200 миллилитров шампуня они просто воды какой-то непонятной химической с хорошим запахом вот это кхади вот они такие густые видите их можно даже развести там уже разными отварами и в итоге у вас в два раза больше объема получится поэтому выгодно брать такие шампуни да они не дешевые они там не 50 рублей не 100 они дороже 200 грамм шампуня он дороже стоит чем 200 рублей но они игру их в два раза можно развести ну и сам шампунь хороший ну что говорю если вы красите постоянно волосы а там химия понимаете если это не натуральная краска и плюс еще и моете волосы и бальзамы накладываете просто там одна химия понимаете у вас волос не останется вообще 50 60 когда вы будете лысая но это я потом вышкребу сейчас не буду на это время тратить наш видите тут еще много я потом все это в баночку в бутылку эту период и я просто вам сейчас показать хочу курсом пусть она там стекает а вот пахнет травками пусть она там стекает я потом еще вымажу всю эту бутылочку вот и что я потом делаю я потом беру вот леечка леечка ситечка вот она просто виде камеры не хватает чтобы вам весь процесс показать наверно так вам сделаю да вот то есть как я готовлю свой шампунь вот перелила сюда этот шампунь тут 200 грамм и потом леечка и сюда ситечка девочки потому что нам надо вот процедить вот эту так и надеюсь меня не прольется процедить настойку вот этого льется потом сюда видео бутылочку процеживаю через сито через леечку вот эту настой пожитника тем самым обогащается и так без того очень хорошая юридический шампунь но я говорю вы можете и другой шампунь взять девочки можете взять и другой шампунь вот пусть он стекает видите вот он который на набухший вот этот пожитник у меня так хорошо разбух знаете почему то что у меня двое суток простоял то он у меня очень хорошо разбух этот пожитник вот видите да и и все и у вас будет получается вот видите даже видно его потом все закрываете хорошенечко взбалтываете то есть у вас с обычный шампунь даже не обязательно юридически обычный шампунь вы просто обогащаете настоем это ваши пожитника просто взбалтываете потом хорошо понимаете просто потом хорошо всю эту жижу взбалтываете и все и у вас будет шампунь можно этот настой в бальзам любой бальзам если она юридически это будет еще в 10 раз лучше если он просто простой бальзам просто туда несу свой бальзам вот как я пока да вот просто берете обычный бальзам банку с бальзамом туда добавляется настой этого пожитника до бальзамчик получится чуть жидкий но вы наносите на волосы держите 15-20 там на 30 минут допустим это будет прекрасней девочки это будет лучшая маска для ваших волос вы увидите вот серьезно потом в отзывах напишите когда я мою волосы даже просто шампунем девочки как я мою я беру намыливаю и сразу не смыну не смываю этот шампунь я взяла этот шампунь нанесла на волосы волосы все взмыленные до в этом шампуне я их там заколола какой-то прищепкой а дальше сижу мою там тело пяточки шкрябаю там тело мою чтобы этот шампунь у вас тоже хотя бы 10-15 минут побыл на голове во первых и волосы лучше очиститься во вторых тоже будет как маска девочки вот серьезно вот месяц хотя бы месяц попробуйте вот попользоваться но даже с первого мытья вы заметите что волос на объем вот просто помыли у вас объем будет шикарный будет шикарный объем волосы как будто утолщаются особенно для тех у кого тонкие волосы будет шикарный объем а когда уже месяц два-три пройдет такого использования да то вы заметите что у вас новые волосы начинают расти они будут торчать у вас они у вас будут торчать вы будете как ежик с объемом еще с новыми волосами и вы увидите что выпадать станут меньше перхоти не будет вот все что надо для волос пожитник делает что делать с этими семенами девочки семена выбрасывать не надо вы из них что можете сделать вы берете семена мелко мелко измельчается измельчаете в кашицу в блендере в блендере измельчаете в кашицу и потом также делаете маску из этой кашицы либо чисто маску просто вы берете и на волосы либо опять же ложка бальзама ложка этой измельченного пожитника вот этой кашицы то есть это будет ваш такой бальзам ну бальзам для волос или маска для волос то есть либо чистую кашицу наносите либо можете там 50 на 50 ее смешать с каким-нибудь бальзам чекам нанести полчаса просто держать то есть нанесли пока там моете что-то стираете у вас он на голове потом смываете девочки вот я не знаю как поклясться но вы реально увидите результат я с тех пор как я изучила это вы в аюрведе до в аюрведе именно про пожитник нашу раньше я его в пищу там добавляла когда тушила овощи и так далее понятно что он для организма тоже хорош а потом я когда уже изучала волосы потому что в аюрведе есть знание обо всем о ногтях о волосах о том что вовнутрь о том что снаружи как специи применять в косметике как специи там эти все травки муравки применять в кулинарии я думаю пожитник думает у меня есть пожитник мой дай-ка попробую девочки я уже год так пользуюсь вы видели у меня волосы свои не крашеные понимаете длинные до пояса более того я их еще состригают там иногда ну укорачиваю волосы сама себя стригу ну когда они отрастают там длиннее пояса потому что уже неудобно когда слишком длинные а вот у меня волосы свои все блестят ну вы на видео видели а вот ну что мои волосы их много они но они тонкие по своей природе объема не хватает они кажется ну как будто волос мало вот этот да он дает пышность это во первых во вторых волосы тоже перестали выпадать ушла перхоть то есть я абсолютно довольна мне даже больше ничего другого не надо раньше я заваривала этот крапиву я заваривала крепку крапиву и отвар крапивы также вот добавляла шампунь ну в шампунь там бальзам но крапива тоже хорошо как настоем крапивы можно просто опрыскивать волосы ну просто сделать настой до заварить а потом просто вот как тоником просто опрыскивать смачивать волосы оставлять там на волосах она тоже хорошо но вот этот девочки вот для шампуни для бальзамом я говорю либо просто отвар либо потом эту кашицу куда эту кашицу девать девочки я тоже сейчас ее просто в блендере переколочу и в баночку в холодильник положу вот добавлю туда где у меня есть в бальзамы а то что останется она у меня просто будет мы же бальзамами часто пользу там считай два-три раза до в неделю мы моем волосы вот каждые два-три раза пусть на пять минут пусть на 10 минут вот я помыла этим составом плюс потом еще бальзамчик у меня с этим составом еще и уксус туда если хочу чтоб еще понимаете и волосы вообще шикарные девочки экономично одна только польза ну понимаете да поэтому вот делюсь таким своим методом как классным ну и так же на прощание ну не на прощание а заключение хочу вам показать тоже вот маслечко вот отсвечивает на на плохо видно потому что дневное освещение видео я вот так вот камеру сделаю немножко вот девочки масло для волос ой ну это мне вообще это в инди когда были мне мой арджуна горит baby давай вот это масло купим я говорю а что это за масло он говорит ну это масло для волос девочки это стопроцентное масло для волос этого миндаля это и в индии я покупала девочки это мы покупали в индии даже вот стеклянная бутылочка это масло для волос стопроцентное миндальное ведь almond стопроцентное масло для волос девочки во первых божественный запах миндальное масло сами понимаете во первых божественный запах во вторых его используют индусы вот они вышли из душа волосы у них либо высохли либо не высохли они просто пару капель вот на руку этого масла и потом вот на волосы девочки какие у них шикарные волосы у этих индусов если бы вы видели господи я когда смотрю на эти волосы с одной стороны восхищаюсь а с другой стороны плакать хочется и вот мой арджуна тоже он когда с душа выйдет как нам и лица вот этими всякими аюрведическими масочками кремами но они индусы кстати и мужчины очень за собой ухаживают ну те которые нормальные индусы они ухаживают боже они пахнут девочки как цветы такие красивые мужчины чистенькие пахнут вот этими травами цветами понимаете вот они как намажутся вот этими аюрведическими кремами вот этими масочками вот этими шампунями волосы красивые зубы белые улыбка постоянно на лице у них тоже много проблем очень много разных проблем большинство из них ну ниже среднего уровня по финансовому достатку но они постоянно довольны и улыбаются и пахнут вот этими всякими маслами и вот мой арджуна тоже когда из душа выходит весь потом тоже вот свои волосы всегда вот он я заметила вот он этим маслом и эти волосы черные блестят уложены красивые девочки волосы не секутся ничего ну короче потрясающе вот у меня есть такое масло тоже если где найдете на просторах может быть интернета покупаете если нет то когда я буду в индии если кому понадобится посылочки из индии в которых я для вас смогу собирать вот такие наборы да там ну там кому что захочется потому что я планирую ехать в индию и планирую такой вид деятельности тоже делать я астролог да ну помимо консультации тоже вот арджуна мой знает аюрведу знает вот эти все классные вещи то может быть для желающих кто попросит мы будем просто собирать посылочки с разными аюрведическими такими вещами там бальзам чеки шампуньки мыло крема там может какая одежда украшения потому что там потрясающая ювелирка вот и вот эти все вещи там конечно более лучшего качества они за качеством следят более лучшего качества то есть более намного все лучше чем у нас вот честно там даже девочки есть стиральный порошок я может быть как-нибудь у меня там остался чуть-чуть я его допользую но уже потом уже пустых баночках покажу стиральный порошок стоит недорого девочки но это лучший порошок стиральный который я пользовала в своей жизни лучший стиральный порошок который я либо использую девочки отклинусь вам берете воду до туда этот стиральный порошок и кидаете просто туда трусы ну допустим белые обычные свои трусы хлопковые девочки даже потом вот так вот делать не надо вы достаете эти трусы и они белые они чистые белые приятно пахнут и причем эти трусы они не портятся они не разлазится потом они не портятся они остаются в первозданном своем состоянии вот такой классный порошок у них в индии мыло тоже классное даже стиральное мыло взяли трусы на мылили положили она полежала потом сполоснули и они чистые понимаете ну они чистые они белые они пахнут приятно вот я говорю им кажется индусы там типа и но они настолько вот чистоплотные они вот используют натуральные какие-то вот вещи в своих косметики да и для волос и для лица для тела все безумно классное вот реально безумно классно и потому что природы там очень много до природных компонентов все безумно классное соответственно эффект хороший и пользоваться настолько приятно я говорю вот игру мой арджуна вот из душа выйдет все процедуры сделает да вот намажется вот этими всеми маслами кремами я от него отойти не могу я стою вдыхаю этот аромат и смотрю на эти блестящие волосы на эту кожу которая вот реально светится бархатная блестит сияет нежная понимаете вот игру у меня даже слов нету чтобы все весь этот восторг описать ну ладно девочки я вам показала все что хотела может быть мое мое видео не особо красивое не особо хорошая потому что ну я говорю я не понимаю в этих всех технических вопросах как снимать какие-то классные видео я снимаю видео вот такое в своих домашних условиях и рассказываю вам то что я знаю то что прошла на собственном опыте то что сама пользуюсь без то есть мне никто за эту рекламу не платит а даже песен заплатили то я все равно бы говорила бы ну честные отзывы потому что но обманывать людей это тоже как говорится bad karma это плохо зачем мне это надо понимаете если ну то есть вот я просто вот свое честно и вот чем я сама пользуюсь в жизни тем вот я вам и показывать то что реально дает результат и так далее ну все девочки тут у меня уже спустилась шампунька сейчас я тоже сюда все это добавлю вот все девочки насчет волос я говорю пожитник вам закроет все вопросы с волосами вот это стопроцентная гарантия все девочки всем всего доброго до свидания пишите в комментариях буду рада всем ответить вот ну и всякое такое разное буду и дальше вам показывать аюрведическое полезное натуральное настоящее для вашей для нашей молодости красоты и так далее все всем всего доброго всех обнимаю целую до скорых встреч в эфире